Прожил Миша много лет и оставил в жизни след. Он на станциях работал, отделение возглавлял, мэром города трудился и с обмином и дорогой управлял. И за это государство платит деньги тебе в срок. Только главное не деньги, а почет и уважение. Почитают и уважают Михаила Федоровича Ковшова не только на работе, которой он посвятил 50 лет своей жизни, но и в семье. С супругой Ниной Николаевной рука об руку прожили уже 61 год. Вместе они работали на железной дороге. Сейчас на пенсии Нина Николаевна пишет стихи и посвящает их мужу. А дети и внуки пошли по их стопам. День железнодорожника в их семье – праздник особенный. Для нас это главный праздник. Ну, во-первых, какая-то гордость идет, что мы не так просто. Мы были причастны и всю жизнь отдали железной дороге. И для нас это большой праздник. Мы говорим, что и детям всегда нужна такая профессия. Раз. А во-вторых, им приятно продолжить линию папы с мамой. Вот и все. Железная дорога была, есть и будет. И всегда надо думать, что работать надо постоянно, любить свое дело. Михаил Федорович начинал свой трудовой путь диспетчером станции, а завершил карьеру в должности заместителя начальника Куйбышевской железной дороги по финансам и экономике. Говорит, пошел по стопам отца. Он тоже работал железнодорожником. Поэтому семейные традиции переходят от поколения в поколение. Людей этой сферы объединяет железный характер. Без вот этих основных черт характера работать невозможно. Это трудолюбие, это компетентность, это честность, бесконечное служение долгу привлекает в основном молодежь, которые привыкли к труду и дисциплине. Причем это нет. С родителей берут, например. Потому что такой дисциплины, такой ответственности, как на железной дороге, больше нигде нет. На Куйбышевской железной дороге трудятся тысячи человек. Один из главных принципов – клиентоориентированность. Ежедневно через двери Самарского железнодорожного вокзала проходит около 10 тысяч человек. Уникальное здание одной из самых высоких вокзалов в Европе построено в стиле хай-тек. Здесь есть комфортные залы для пассажиров со спусками к платформам. А в высотной части разместились смотровая площадка на уровне 17 этажа. В центре – зимний сад. В здании вокзала есть музей Куйбышевской магистрали, которая проходит по территории 10 областей и является одной из самых крупных в России. В вокзальном комплексе сейчас применяются последние технологии, в частности, в сфере транспортной безопасности в том числе. Тем не менее, развитие вокзального комплекса не останавливается. В настоящее время прорабатывается ряд вопросов по организации на базе вокзального комплекса мультимодальных перевозок. А также сейчас очень остро стоит вопрос о запуске уже новых пассажирских поездов, в том числе скоростных, в направлении нашей северной столицы, нашей страны. В этом году из-за пандемии коронавируса День железнодорожника, который проходит в первое воскресенье августа, отпразднуют в онлайн-формате. Гелена Малютина, Сергей Баскин. События.